Привет, мой друг! С тобой Валерий, и ты на канале Валерий Хаос. И мы с тобой начинаем атмосферное приключение в игре The First Tree, когда словно переводится Первое Дерево. Но если ты знаешь конкретный перевод, пиши его в комментариях. И не забудь поставить лайк, подписаться и врубить колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. А мы с тобой начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Ты проснулся? Вставала ли мне, послышалось? Да, проснулся. Извини, не могу уснуть. Все о нем думаешь? Да, засыпай, любимая, все хорошо. Нет, не все хорошо. Что тебя беспокоит? Даже не знаю. У меня только что был чуть ли не самый яркий сон в жизни. Мне снилась леса в заснеженных горах, потерявшаяся, напуганная. А ее глаза из головы теперь не выходят. Она бежала сквозь метель, что-то разыскивая. Думаешь, это как-то связано с тобой и со всем прочим? Не знаю. Это же просто сон, Рэйч. Сны обычно бестолковые. Просто пара последних дней очень тяжелые. Вот и все. Ну, раз уж спать ты все равно не собираешься, расскажи мне свой сон. Хочу послушать. Окей. Итак, друзья. У нас роль лисицы. В заснеженных горах. Которую, я так понял, будет что-то искать. Графончик такой нестандартный, но как-то прикольненько все равно. Выглядит все. Теперь нужно разобраться, куда же нам в первую очередь двигаться. Так. Мы можем ходить. Можем бегать. Можем прыгать. Все как надо. Так. Два раза прыжок получается. Нажать. О! У лисицы есть супер прыжок. Отлично. Так. Куда же нам двигаться? Ну, давайте, наверное, побежим вперед. Вперед. Туда глаза глядят. Потому что... Больше я вариантов не вижу. Как бы варианты есть, но... не знаю, к чему это приведет. Итак... Смотрите, птички летают. Солнышко светит. О! Недалеко от своего логово она нашла кое-что, чего не ожидала увидеть. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Мертвый лисенок. Скорее всего, это ее детеныш. Да. Грустненько. 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 Зрелище. Грустненько. Все это выглядит. Давайте, побежим вперед. Но оставаться было нельзя. Можно было найти двух других лисят. Так что она пошла дальше. Пошла к чему-то древнему. Туда, где были ответы. К чему-то древнему. Еще двое лисят, получается. Начался дождь, смотрите. Лиса повсюду искала своих лисят. Хоть какой-то след. Яркие огоньки вели ее к древнему дереву. Казалось, у каждого была своя история. А в этой земле была и моя история. Мне казалось, что я бегу там вместе с ней. Какие-то звездочки, какие-то огоньки, которые должны вести нас, как сказал автор. Вести нас к какому-то древнему дереву. Вы слышите, какое звуковое оформление? Просто атмосферно. Риле атмосферно. Сколько птиц. Прям такую грусть, тоску навевает мелодия. И в то же время успокаивает. Так. Я вижу там какое-то свечение. Давайте подбежим к нему. Саундтрек, конечно, прикольный. Какая тень большая была от птицы. В заснеженных горах пошел дождь. Сейчас весь снег растает. Так, добрались. Покажи... Да, расскажи. У вас в школе было? Да, кажется, только раз в четвертом классе. Ты знаешь, как мне тогда жилось? Я хотела показать классу, что помогало мне отвлечься. Так что я принесла десяток бумажных журавликов, которых сама сложила. По-моему, я всем сказала, что очень хочу стать птицей и научиться летать. Вспомнить-то стыдно. Ничего стыдного. Все дети хотят летать. А я показывал еще одну игрушку от отца. Деревянный кораблик. Помню, как аккуратно нанес его в класс. А как сел за парту, несколько мальчишек меня высмеяли. Просили, в какой помойке я нашел это полено, и как оно вообще может кому-то нравиться. Когда настала моя очередь, я даже не захотел говорить, что корабль сделал отец. Сказал, что один друг подарил мне его в шутку. Дети бывают жестокими. Да, бывают. Не надо было вообще их слушать, но я послушал. Удивительно, как мы вообще от такого отходим. Смотрите, вот деревянный кораблик. Лисица откопала. Да, в школе бывает жестокость. Но сейчас это понимаешь, понимаешь то, что не нужно это принимать близко к сердцу. А тогда-то настолько мы наивные были. Не понимали этого. Горка железная, в виде ракеты. Играли в таких? Я помню, что-то наподобие было такое. Вон еще одно свещение, я вижу. О, самолетик. Игрушечный самолетик. Почти прибыли. Почти прибыли на место. Я думаю, сейчас будет автор снова говорить. Ты помнишь, чем отец зарабатывал на жизнь? Вроде бы он был лесорубом. Можно и так сказать. Дерево было его холстом, а нож – кистью. Даже отработав 50 часов за неделю, когда на его ладонях от заноса живого места не было, он приносил домой лучший кусок нутканского кипариса с лесопилки и делал из него игрушки. Деревянный паровозик – первая игрушка, которую я помню и самая любимая. Я с самого детства знал, что пойду в отца и стану лесорубой. Вот деревянный паровозик – любимая игрушка автора. Так. Я так понимаю, мы будем бегать и искать вот такие вот свещения и слушать рассказ автора. Полагаю, это будет на протяжении всей игры. Под спокойную такую музычку. Но для релакса можно, в принципе, поиграть. В стиме был написан глубокий сюжет, атмосфера, так что я думаю, слушать и читать мы будем и вникаться в сюжет. Смотрите, качельки. У меня во дворе стоят такие же. Ну что-то подобие. Так, давайте по камешкам поднимемся. Прыжок, конечно, добивает у лисиц двойной. Вон свечение я вижу. Там далеко на горе. Давайте вот этот ближе. Добежим до него. Для начала. Там, смотрите, что-то лежит. Что-то такое большое стоит. Снова копать. Обычно сверстники меня не трогали, но они чувствовали, что я не такой, как другие. Смеялись над тем, в какой глуши я живу. Назовали отца деревней. Я в детстве был тот еще болтун. Часами рассказывал отцу истории, которые сам придумал. Но после того случая в классе, я почти перестал с ним говорить. Он не понимал, в чем дело. Решил, что вырезал недостаточно классные игрушки. Он сделал мне деревянный танк и рассказывал, как служил в армии в настоящем танке. Не знал, что твой отец служил. Да, было дело. Печально всего, что я все это успел забыть. Только сейчас вспомнил. Я до сих пор так мало о нем знаю. Мне так жаль. Он знает, как ты его любишь. Вы скоро увидите, и ты в себе разберешься. Я уверен. Танчик. Деревянный танчик. А там, я смотрю, вон стоит большой танк. Давайте сбегаем, посмотрим. У меня отец тоже, кстати, танкист. Тоже служил. В Монголии. В танковых войсках. Смотрите, какая модель. Большая танка. Про Достан я в танках не разбираюсь. И что это за модель танка, я не знаю. Ну, кто знает, пишите в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Застрявший такой в танке, в снегу. Дуло тоже в снегу. Не знаю. Либо это бак, либо это задумано. Так, и там вот я увидел наверху звездочки. Давайте попробуем собрать. О, вот так-то побыстрее получается залезть. Вот мы и наверху. Отлично. Так, ну что. Здесь, кстати, обзор такой. Видно, где есть свечение. Вон у нас. Тоже там, походу, на горе. О, что-то я даже не заметил. Утенка. Колесиками. Так, ну что. Давайте двигаться туда. Если я спрыгну, я не умру. Интересно. Давайте проверим. Бессмертная лиса. С такой высоты. Пружок веры. В Ассасин Криде. Там, походу, звездочки еще тоже есть. О, смотрите, зайчик. Здесь даже животное есть. Зайчик. И сюда. Я тебя поглажу, ну. Зайчонок. Нет, нам его не догнать. И он куда-то скрылся. А, вон он. Ладно, пускай бежит к себе домой. Так. Где-то у нас классная доска, что-то получается, да? Нарисованы мордой лисички. Мы почти прибежали. О, школьный автобус. Скул-бас. А у вас были школьные автобусы? У меня лично не было школьных автобусов. Потому что я жил рядом со школой. Американцев у них у всех. Постоянно там школьный автобус ездит, забирается их детей. Сейчас, по-моему, у нас есть школьный, или, не знаю, там какой-то общий с детским садом, что ли, автобус. Чем дальше, тем больше я от всех отдалялся. Говорил себе, зачем с кем-то разговаривать? Кому это надо, если мне и одному хорошо? Начал много рисовать, в основном, животных, которые водились в лесу, дома. Начал представлять собственные убежища с телевизорами и буфетами, полными сладостей. Наверное, это стало начало моей карьеры. Я захотел сбежать и рисовать чертежи. Эта мысль мне очень помогла. Помогала. Меня это не удивляет. У меня была та же история. Так важно было иметь хотя бы в голове какое-то свое место. А теперь оно у нас есть. Если, конечно, съемная квартира в дорогущем городе считается. Пока обойдемся этим. Так, мы откопали чертеж. А, это не чертеж. Это детский рисунок, смотрите. Детский рисунок, домик. Получается, наверное, наш автор. Большие елки, ели. Окей, а это у нас мелки лежат. Мелки. Так. Коробки. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас у нас съедет наша лисичка вниз. Какие-то коробки. Непонятно, что это, типа, плита из коробки или что это? Телевизор. Сделан из коробки. Так. Какая-то деревушка, что ли, или что-то. А, шалаш, наверное. Всякие сладости лежат. Вон там на возвышенности у нас звездочки. Ну ладно, подниматься, наверное, не будем. А, хотя можно подняться, в принципе. О, качельки. Качельки. И кепка с глазами, типа, утки, что ли. Так вот, она лежит в снегу, такое ощущение, как голова утки просто наполовину закопана в снегу. Ну давайте поднимемся. Ладно, че уж. Че уж терять-то. Попробуем забрать. А, мне не забраться даже. А, нет, забраться. Получается. Так получилось. Прыжки эти. У лисы. Какая-то супергерой. О! Смотрите, тачка. Хаммер. Хаммер. Военный хаммер. Да? Без задних колес. Окей. Так, куда же нам двигаться-то теперь? Вон, там еще свечение я вижу. Таких-то больших свечений нету, да, больше? Звездочки остались. Ну что, друзья, мы попали в другую локацию. Вот. И я на этом, наверное, буду заканчивать. Познакомились с игрой. Довольно, ну, спокойная игра. Спокойная. Для расслабления. Вот. Я так понимаю, это как новелла, как рассказ. Мы будем просто бегать и слушать автора. Слушать про его жизнь. И посмотрим, что в конечном итоге случится. Вот. И я на этом буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Ссылки будут в описании, под видео. Ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. И оставляем комментарии, оставляем свое мнение об игре. Вот. Я с удовольствием почитаю, пообщаюсь с вами. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok